В комплект поставки токарного станка MX180D, который я приобрел на Алиэкспресс, входит 10 сменных шестерен для настройки шага главной подачи с 20, 24, 30, 35, 40, 52, 60, 72, 80 и 84 зубами. Однако в таблице, которая расположена на корпусе станка, можно увидеть другие шестерни с 33, 66 и 50 зубами. Шестерни на 84 зуба вообще нет, зато указано аж целых две шестерни с 80 зубами. Это делает неудобным пользование этой таблицей. Придется каждый раз считать, какой шаг получится при установке той или иной комбинации шестерен. И вообще, теперь не очевидно, какие подачи в принципе возможны на этом станке, а какие нет. Поэтому я задался целью найти все допустимые комбинации шестерен и составить список всех подач, которые при этом получаются. Для этого я написал небольшую программку на языке JavaScript. Программа генерирует все комбинации шестерен из моего набора и тестирует их на реализуемость с учетом геометрических параметров гитары станка. Рассмотрим ограничения, которые накладываются на выбор шестерен-редукторы. Гитару станка можно схематично изобразить следующим образом. Видно, что оси верхней промежуточной шестерни, шпинделя и вала образуют треугольник. Расстояние L между шпинделем и валом фиксировано и составляет 154 мм. Расстояние S между осями верхней промежуточной шестерни и шпинделя определяется суммой радиус шестерни шпинделя и шестерни A. И оно не должно быть меньше 45 мм, так как иначе ось верхней промежуточной шестерни коснется шкива шпинделя. Здесь и далее имеется в виду не наружный радиус соответствующих шестерен, а наружный радиус уменьшенный на величину перехлёста шестерен при зацеплении. Величина перехлёста определяется эмпирически, поскольку сами шестерни изготовлены не идеально. Необходимо, чтобы перехлёст обеспечивал зацепление, но предотвращал заклинивание шестерен. В моем случае перехлёст составил 1 мм. Расстояние V между осью верхней промежуточной шестерни и осью вала определяется радиусами четырёх шестерен и не может быть больше некоторой максимальной величины, которую позволяет длина паза в рельсе для двух осей промежуточных шестерен. Несмотря на то, что существует четыре схемы зацепления шестерен в редукторе, формула для расчёта расстояния V остаётся одной и той же. Просто радиусы соответствующих шестерен в схеме следует взять и равными радиусам соответствующих соосных шестерен AB или CD. Далее это станет более понятно. Рельса или направляющая штанга для осей промежуточных шестерен способна поворачиваться вокруг оси вала. При этом существует минимальный угол, на который её можно приблизить к шпинделю, не рискуя при этом задеть магнитики тахометра. Этот угол проще всего рассчитать из параметров треугольника, измерив соответствующие расстояния после того, как рельса без осей и шестерен ближе всего повёрнута к шпинделю, по формуле. По этой же формуле будут производиться расчёты угла при тестировании комбинаций. Существуют ограничения, касающиеся взаимного размера шестерен. Шестерня B не может быть больше, чем A, иначе она коснётся шпинделя. Шестерня C не должна быть больше, чем D. D не должна касаться вала, а C не должна цепляться за A при зацеплении B и D. Для расчёта подачи, как функции шага вала и числа зубов шестерен, четыре схемы зацепления объединим в одну и введём буквенные обозначения элементов редуктора. Мы получаем четыре формулы для вычисления подач, соответствующих схемам зацепления. Из этого рисунка, кстати, становится понятно, почему при расчёте расстояния V, о котором говорилось выше, мы можем использовать одну формулу для различных схем зацепления. Теперь рассмотрим программную реализацию подхода к решению задачи генерации допустимых комбинаций шестерен редуктора гитары токарного станка. Начинается программа с того, что мы объявляем класс объектов – шестеренок. Он будет содержать данные, необходимые для расчётов – число зубьев, рабочей и наружной радиусы. Далее мы создаём экземпляры шестерен, сразу помещая их в массив. Затем объявляются некоторые переменные, характеризующие геометрические параметры гитары, и рассчитывается минимальный угол поворота, направляющий штанги к шпинделю. Все расчёты осуществляются в функции Calc. Мы создаём массив результатов. Функция Search выполняет поиск, проверку результатов и заполняет ими массив Result. Эти результаты получаются избыточными. Среди них много повторяющихся с точки зрения подачи или набора шестерен в комбинации. Чтобы оставить только уникальные результаты, используется функция Eliminate, и, наконец, осуществляется вывод на экран. В функции Search перебираются и тестируются различные сочетания шестерен. Числа в массиве G при этом выступают в роли индексов массива шестерен Киерс. Создавая новые комбинации из чисел, мы получаем новые комбинации шестерен. Генератор комбинаций я использовал готовый. Различные варианты такой реализации легко найти в сети. В функции Test, в зависимости от схемы зацепления, мы присваиваем шестерни соответствующим переменным и сразу вычисляем подачу. А далее производим вычисление геометрических параметров и отсев неудачных вариантов. В конце помещаем в массив сведения о подаче, схеме зацепления и перечне шестерен. Функция Eliminate осуществляет сравнение сохраненных комбинаций с еще не сохраненными. И если несохраненной комбинации нет среди сохраненных, то сохраняет ее. Так в результирующем массиве остаются только уникальные варианты. В конце функции Eliminate осуществляется сортировка массива в отношении подачи. В браузере результат выглядит так. Но я организовал данные в таблицу, которую можно распечатать. Всего получилась 751 уникальная комбинация, среди которых 222 обладают уникальной подачей. Их-то я и свел в таблицу для удобства работы. Минимальная подача, на которую способен станок 0,08 мм. Максимальная 4 мм. Есть также и дюймовые подачи. Это видео демонстрирует подход к расчету подач и настройке редуктора гитары китайского токарного станка, который первый пришел мне в голову. Благо мне несложно было его реализовать. Надеюсь, что способ решения этой задачи поможет кому-то еще, для других моделей токарных станков. Ссылку на архив с проектом я оставил в описании к видео. Спасибо за внимание.